Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет, весь 73-й регион. 23 июня. Международный день балалайки отмечаем. Праздник всех поклонников трехструнной, плотно закрепившейся в календаре торжественных событий русского народа, был учрежден с целью уважить труд и творчество музыкантов-народников, делающих весомый вклад в популяризацию богатой русской культуры. И вот интересные факты. Изначальное название данного трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему балабонить, балагурить, то есть вести беседу о чем-то праздном. Отсюда главной функцией балалайки – развлекать и веселить людей. Этот музыкальный инструмент любит сухость, поэтому счастливые обладатели балалайки знают, что мочить ее, а также проветривать комнату, в которой она находится в дождливую погоду, строго запрещено. Данный музыкальный инструмент может повредить яркий солнечный свет, сильное тепло от батареи. Также он немедленно рассохнется и больше не сможет радовать слушателей своими прекрасными звуками. Мало кто знает, что на свете существует целых пять видов балалайок. Они имеют такие названия. Прима – самая маленькая, секунда, альт, бас, контрабас, почти до двух метров длиной. Разнообразны не только балалайки, но и цветочные композиции в нашей студии, благодаря, конечно же, партнеру программы «Салону цветы и штучки». Для вас работаем мы, Екатерина Музыряк. И Андрей Сафронов. Мы начинаем. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и ОТР. Этим утром предлагаю продолжить разговор, начатый вчера. А именно о семи проверенных способах научиться есть меньше, которые дали наши эксперты. Поддерживаю. Вчера мы выяснили, что первый способ – думать о еде во время еды. Второй – чаще обниматься и целоваться. Да. Третий способ имеется – ешьте в компании, рекомендуют эксперты. Очередные исследования в области психологии и человеческого поведения говорят, что женщины склонны употреблять меньше пищи, если едят в компании малоедящих людей или привлекательных мужчин. В первом случае срабатывает статный инстинкт. Мы не хотим выбиваться из группы подобных, поэтому подстраиваемся под привычки. Во втором случае нам просто хочется выглядеть в глазах мужчины наилучшим образом, которому обычно, по нашему женскому мнению, лучше всего подходят салат и стакан воды. А вот длинные макароны, пицца или бургер, пожалуй, нет. Пользуйтесь ароматерапией. Это способ номер четыре. Аромалампа просто обязана стоять на столе, за которым вы работаете, уверяют специалисты. Периодически наливайте в нее масло аниса, розы или лаванды. Подобные запахи успокаивают нервную систему, а значит, предупреждают эмоциональное переедание, которое свойственно нам, особенно на работе. Хорошо еще помогают запахи ванили и мяты. Они приглушают чувство голода. Ну, а о других способах расскажем завтра. Ну, а прямо сейчас обратимся к Оксане Галеевой и рубрике под названием «ЗОЖ». Доброе утро. С вами Оксана Галеева, руководитель студии «Йога.Лайф», инструктор-преподаватель женских практик йоги. Вы знаете, что существует очень много не только асан, не только замков, внутренних замков, пранаям, но есть еще очищающие практики, которые называются тхаути, тхаути-кри. Тхаути переводится с санскрита как «очищение». Есть очищение не только кишечника. Сразу, да, у нас в голову приходит, что может быть в асанах. Очищение кишечника. Есть очищение неба, очищение зубов, очищение языка. Причем не просто зубной щеткой, как все мы привыкли делать, а специальными приспособлениями. Но сегодня я хочу поговорить именно об очищении кишечника. То, что мы можем сделать без помощи различных дополнительных, так скажем, предметов, а сделать это с помощью своих рук, с помощью своего тела. Итак, практика Аденсара тхаути-крия переводится как «разжигание внутреннего огня». Можно делать и в двух вариациях. Я вам сейчас покажу одну, только ту, которая доступна сделать самостоятельно, глядя на это видео и прямо сейчас вместе со мной. Итак, мы должны сидеть ровненько. Вы можете также стоять, лучше делать на голодный желудок, либо, если пройдет после приема пищи, часа два-два с половиной. Можете это делать не только утром, но и в течение дня, в промежутках между едой. Что нам нужно? Нам нужен свой животик, хорошее настроение и свои ручки. Итак, правая рука, большой палец устанавливается в область пупка, а сама ладонь устанавливается параллельно земле. И следующая ручка, левая, у нас будет дополняющая, придающая силы. Что мы будем делать? Мы сидим расслабленно, нажимаем руками на животик в область пупка и отпускаем. Еще нажимаем и отпускаем. Здесь у нас идут достаточно глубокие надавливания, поэтому мы помогаем еще левой ручкой. И лучше направлять не просто назад, а чуть назад и вниз. Вот эти движения вы можете делать при различных спазмах. Если у вас какие-то проблемы со стулом, эти упражнения прекрасно очищают, прекрасно укрепляют даже иммунитет, потому что в области живота у нас находится очень много лимфатических сосудов и узлов. Итак, мы должны делать около 100 раз. Конечно, сейчас мы этого сделать не сможем, но самостоятельно подсчитав, вы можете нажимать и прижимать пупок к пояснице 100 раз. Сразу хочу сделать такую маленькую галочку и пометочку. При выполнении первого раза таких упражнений вам будет немного дискомфортно, непривычно, возможно больно. Но здесь не стоит бояться, можно уменьшить амплитуду, можно уменьшить количество повторов, но пробовать и главное соблюдать условия делать не на полный желудок и при условии, если у вас нет серьезных заболеваний органов брюшной полости. Пробуйте, экспериментируйте и двигайтесь вперед к здоровому образу жизни. Новый водовод для жителей Шиловки. В Сенгилевском районе построят новый водовод. Здесь сложилась выпиющая ситуация. Почти два месяца жители находились без воды. К выполнению первоочередных мероприятий по нормализации водоснабжения уже приступили. Это позволило стабилизировать ситуацию не только в Шиловке, но и в Криушах. Обследовали полностью все участки на наличие порывов. Один из участков в ближайшие две недели заменит порядка 160 метров. По результатам замеров водопотребления выполнили регулировку запорной арматуры, чтобы оптимально распределить воду между верхней и нижней частями Шиловки. Сейчас вода подается по графику. Для системного решения вопроса необходимо построить новый водовод от родника Орлов. Как отмечают специалисты, его дебет позволит перекрыть всю потребность населенного пункта в ресурсе. Ориентировочная протяженность сетей составит 14,5 километров. Проектирование начнется уже в этом году. О главном расскажем далее. Почти 500 посадочных мест, два этажа, игровое поле 90 на 63 метра. В Засвияжском районе сооружают футбольный манеж. Возведение объекта, как выяснилось на недавнем посещении стройки, ведется с опозданием. Строительный час. Практика, которую вел Алексей Русских еще в мае. Чиновники в еженедельном режиме посещают строительные площадки, на которых возводят социально значимые объекты. А уже позже чиновники и застройщики встречаются здесь, за круглым столом, чтобы выяснить проблемные вопросы и найти пути их решения. Количество рабочих увеличено до 25 человек. Завезен комплект щитовой опалубки, ведется армирование. К июлю войдут в график по монолитным работам. Подрядчик отчитывается, темп работ значительно нарастили. Из минусов под угрозой срыва очередной этап строительства, монтаж металлоконструкций. Необходимый материал закоплен лишь на 30%. Порядка тысяч тонн металла не заказано в связи с его резким скачком по росту. В период с января по сегодняшний день этот рост не останавливается. Константин Викторович, в общем, надо с ними сесть, посмотреть, сколько мы можем им дать аванс. Можем, не можем. Нам надо металл срочно летать. Масштабное строительство развернулось и в селе Водорадск. Здесь появится дополнительный корпус для пожилых людей и инвалидов. Основное здание находится в селе Акшуат. Новый комфортабельный жилой блок поможет в решении целого ряда проблем. Например, учреждение, рассчитанное на 270 человек, не только значительно улучшит условия проживания людей, но и повысит качество социального и медицинского обслуживания. Кроме того, после сдачи объекта в районе будет создано 163 новых рабочих места. На сегодняшний день строится хозблок-1, хозблок-2. Начали строительство жилого корпуса с пищевлоком. Выполнены работы по устройству наружных сетей. Это дренажная анализация. По строению на этот год заложено 105 миллионов. Из них 120 миллионов построены уже части материалов. На повестке дня еще одна строительная площадка. Школа на 1100 мест в Димитровграде. Сегодня идет разработка котлована и забивка свай под блоки административно-хозяйственного и старших классов. До конца года здесь выполнят работы по устройству кровли и фасада, подведут наружные инженерные сети, установят окна и двери. На следующий год займутся внутренней отделкой. Сдать объект планируют в четвертом квартале 2022-го. От строительства к демонтажу. Речь о реконструкции театра юного зрителя. Здание, в котором он располагался, бывший кинотеатр «Родина», по мнению специалистов, ремонту не подлежало. В апреле строение демонтировали. Приступили к переносу наружных сетей. То есть у нас перенос газа, водопровод, теплосети. Сейчас мы занимаемся как раз в мысах, потому что они проходят границы котлован. То есть зданий сейчас намного больше стало, поэтому приходится маленько выносить. Фундаменты и наружные стены нового ТЮЗа планируют возвести уже в этом году. В следующем займутся отделкой и внутренними инженерными сетями. В 2023-м выйдут на финишную прямую. И обновленный театр юного зрителя будет ждать своих гостей. Екатерина Терещенкова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Андрей, ты свежие новости откуда привык узнавать? Да по-разному бывает, Катя. Когда-то из интернета, когда-то из печатных изданий. Вот сейчас я предлагаю все-таки прикоснуться к печатным изданиям. Хоть эти новости наши зрители узнают по телевизору, но из печатных изданий. Конечно. В эфире обзор российской газеты. Серийным заемщикам не предлагать. Льготную ипотеку хотят выдавать только нуждающимся в жилье. Офис закрывается. В России запущена цифровая платформа для удаленной работы. Полевой призыв. Почему фермеры не могут привезти мигрантов на поля? 13 счастливчиков. Объявлены финалисты премии «Большая книга». Законы, по которым будем жить. Российская газета официально публикует новый федеральный. Счетная палата рекомендовала правительству переориентировать базовую программу льготной ипотеки на нуждающихся в улучшении жилищных условий. Или ограничить выдачи по ней одним кредитом в одни руки. Также ведомство считает необходимым еще больше снизить ставку при рождении третьего и последующих детей по программе семейной ипотеки. Сейчас она составляет 6%. В последние годы президент ставит цели по трансформации экономической политики в сторону социального государства. По нашему мнению, бюджетные расходы в долгосрочной перспективе должны быть нацелены на поддержку нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и вносить вклад в достижение национальных целей. В России создали и запустили первую полностью отечественную цифровую платформу для удаленной работы с повышенным уровнем информационной защиты. Пилотный проект реализовали на площадке самого большого в России и Восточной Европе Центра обработки данных Калининский, что в Тверской области. Создатели платформы ориентировались на мировой опыт, но учитывали и российскую специфику эксплуатации. Как уверяют идеологи процесса, виртуальные рабочие места имеют повышенный уровень информационной безопасности. Во-первых, все данные хранятся не на жестком диске рабочего компьютера, а в дата-центре, который имеет на несколько порядков более высокую защиту, чем ПК. Во-вторых, пользователи больше не зависят от ресурсов своего рабочего компьютера. Упрощается и их техническая поддержка. Фермеры Астраханской области не справились с новым алгоритмом организованного ввоза трудовых мигрантов, а значит и посевная, и жатва этого года могут быть сорваны. Добраться до места работы мигранты сейчас вправе только на самолете. И вместе с услугами по оформлению дорога для каждого из них обойдется в 500 долларов. И это только до Москвы. Как следствие, сельхозпроизводители прогнозируют рост цен на продукцию осенью. Уже в мае картофель и капуста подорожали на 15%, лук на 16,6%. В областном минсельхозе сообщили, что отправить мигрантов поездом можно только по соглашению с иностранным государством, выполнив все пункты новых правил, с которыми у фермеров и возникли затруднения. В итоге из 10,5 тысяч необходимых региону мигрантов на поля пока приехали только 3 тысячи. Национальная литературная премия «Большая книга» объявила финалистов. Из более чем 40 произведений «Лонг-листа» экспертный совет во главе с писателем и литературоведом Михаилом Бутовым выбрал 13. Среди них и известные писатели Евгений Вдолазкин, Марина Степнова, Захар Прилепин, Нарине Абгарян и фамилии нового поколения. Работ по итогам 2020 года ждали с некоторым опасением. Писатели ведь любят свободу, любят ездить по разным интересным местам. А сидеть дома в маске не любят. Если честно, мы думали, что у всех будет депрессия и никто ничего не напишет. Но русского писателя так просто не возьмешь. И все получилось ровно наоборот. Российская газета опубликует новые законы, которые недавно приняло Федеральное собрание. Теперь поставщики ЖКУ заплатят штрафы владельцам домов за ошибки в квитанциях. Власти регионов бесплатно доведут газовую трубу до границ домовладений, а черные кредиторы получат уголовные наказания. Также ограничивается продажа сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Они смогут совершать сделки только по акциям, облигациям и паям. Одновременно Банк России получает право на постоянной основе вводить правила продажи любых финансовых продуктов, чтобы неподготовленный потребитель мог понять их основные особенности и риски. За грубое нарушение таких правил ЦБ сможет предписать выкупить уже проданные вредные продукты у клиентов. Это был обзор Российской газеты. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Реальность «Реальность» 22 июня. Больше не нужно ничего объяснять. Самый длинный день в году, самый страшный день в истории нашей страны. Вспомнить павших, почтить живых. Миллионы свечей зажглись сегодня по всей России. Каждую семью в нашей стране коснулась Великой Отечественная. В Ульяновске, у обелиска славы, ранним утром руководство региона, города, депутаты, военные, волонтеры, поисковики и реконструкторы, замерли со свечками в руках. Алексей Русских первым присовокупил к вечному огню частичку огня, зажженного от фронтовой блиндажной лампады. С 2020 года в России появилась и еще одна традиция – зажигать виртуальные свечи памяти. На сайте деньпамяти.рф любой желающий может зажечь электронную свечку памяти. Каждая зажженная свеча фондом память поколений увеличивается в размере одного рубля на помощь ветеранам боевых действий. Помощь родственникам павших на полях сражений, помощь всенародной совести оказывают поисковики. Ульяновское поисковое объединение «Крутояр» в этом году уже совершило две экспедиции к местам ожесточенных боев. Удалось поднять останки 20 бойцов. Подписной из них один. Повезло прочитать медальон из Алтайской края. Еще один человек вернется домой. Свой вклад в сохранение исторической правды вносят реконструкторы. Чтобы никто не мог сказать, так не было, они, изучая документы эпохи, показывают – так было. Чувствуется гордость за нашу страну, которая победила такого сильного, вооруженного, мощного врага. Их общий вклад в патриотическое воспитание, поддержание интереса к истории Отечества отметил глава региона. Вы молодцы, что вы не помните. Помнить вы это не можете. По крайней мере, вам это передали, наверное, ваши деды. Надо эту память хранить, чтобы такого никогда больше не было. Спасибо. 22 июня. Ровно в 4 часа. Позади 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Свечи памяти догорят, но каждый из нас будет помнить и передаст эту память детям, внукам, правнукам. 60 секунд на то, чтобы вспомнить. Общероссийская минута молчания, как символ всеобщей скорби. Ровно в 12.15. Для ульяновцев в особом знаковом месте – площади Старого вокзала. Именно отсюда, в годы Великой Отечественной, эшелоны с бойцами уходили на фронт. Символично. Ветераны и молодое поколение соединены одной датой, такой далекой и такой тревожной поныне. Важность мероприятия, она в нашей истории. Потому что мы считаем, что помнить нужно все, всех и каждого. Мы думаем, что если мы забудем войну, то она обязательно придет в наш дом. Патриотическая задумка от байкеров три года назад воплотилась в жизнь. И здесь, на площади, в непосредственной близости со зданием вокзала, появилась вот такая теплушка – скульптурная композиция. Дизайн придуман нашим мото-клубом. Друзья-кузнецы помогли с реализацией. Тем пронзительнее гудок. Звуки и знаки. Точнее, медаль, шагнувшим в бессмертие за своего деда, защитника Родины, получает внук. Наш земляк – морской пехотинец Олег Белов. Поисковики нашли документы его дедушки, который получил ранение в 41-м году. И после ранения, через полгода, умер в госпитале и был захоронен в братской могиле. Сегодня вручается медаль «Шагнувшим в бессмертие». С благодарностью принимаю из ваших рук эту медаль, как реликвию, как напоминание о том страшном времени, как частичку моего деда, которого я никогда не видел. У нас нет ни одной его фотографии. Слова и цветы – так мало и так нужно во имя памяти и жизни. Татьяна Домоданова, Сергей Рябухин, репортер «73». Лето хотел посмотреть, а ничего не вижу. Все понятно. Больной тает на глазах. Жара такая, что расплавится не только Дед Мороз. Например, синоптики в Москве уже пообещали повторение аномальной жары 2010 года. Но и у нас температура за 30 градусов продержится ближайшие две недели. Поэтому самым притягательным местом станет водоем. Вот такой открытый или, например, емкость с водой на даче тоже пригодится. Главное помнить, не стоит находиться на солнце. В период его пиковой активности – это с 10 часов утра до 16 часов пополудни. Ну а после работы добро пожаловать на пляж. Можно искупаться, а можно вот просто промочить ножки. В воде и на суше обязателен головной убор. Стоит позаботиться и о коже. Средства от загара не будут лишними и в городской черте. Лучше всего в такую погоду носить светлую одежду из натуральных тканей. Жилище проветривать, если нет прямых солнечных лучей. Пересмотрите свой, пожалуйста, рацион. Нужно отдать предпочтение низкокалорийным продуктам. То есть это должны быть овощи, фрукты, нежирные сорта мяса. Ну и, конечно, лучше отдать предпочтение рыбе. А вот холодно-сладким лакомством злоупотреблять не стоит, если вы не Дед Мороз из мультфильма. От перепада температуры организм испытывает стресс. Резкое охлаждение дыхательных путей может пагубно сказаться на самочувствии. Хотя совсем отказываться от мороженого не стоит. Тем более сейчас в магазинах большой выбор на любой вкус и кошелек. Не забывайте принимать прохладный душ. Так как процесс темы регуляции происходит путем потоотделения, поэтому необходимо увеличить количество жидкости. Это должна быть просто вода. Воды на магазинах-прилавках в жаркий сезон достаточно. Предвкушая спрос, торговые сети позаботились заранее. Тара разного объема и для ношения в сумке, и для дальней поездки. Перебоев нет, беспокоиться не надо. Мы видим другие примеры в Российской Федерации, где есть случаи ЧП, есть водой проблемы. Здесь пока, слава богу, нет. Заводы работают, контракты выполняются, ассортимент наибогатейший. Учли все рекомендации, не забывайте еще одну. Купаться в необустроенных водоемах, особенно в малознакомых местах, не стоит. Людям с хроническими заболеваниями вовсе необходимо сократить время нахождения на жаре. Синоптики предупреждают, горячая пора обосновалась, возможно, до конца месяца. Антициклон занял позиции от Калининграда до Урала. К концу недели стоит ожидать 38-градусной температуры. Настолько мощное барийское образование, чтобы его разрушить, этот антициклон, нужны такие активные силы в атмосфере, пока их не наблюдается. И вот эта аномальная жаркая погода привела к чрезвычайной пожарной опасности в лесах нашей области. В центральных районах она наблюдается, на остальной территории высокая пожарная опасность четвертого класса. В последний раз столь устойчивые высокие градусы наблюдались в 2010-м, ранее в 1998-м. Лето в самом разгаре буквально, запасаемся терпением и водой. Кстати, мест для купания в Ульяновске может стать больше в планах городских властей обустроить три пляжа на Волжских и Свиярском берегах. Правда, успеют только к следующему лету, возможно, менее знойному. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73. Пляж в Первомайском районе Димитровграда – место популярное, с недавних пор в негативном ключе. Сетка разделила территорию на бесплатную и 100-рублевую зоны. Появился арендатор и установил свои порядки. За что? Почему? На каком основании? Я позвонила по телефону, который существует на пункте проката, мне ответили, что они арендуют эту площадь, что у них есть договор и что они имеют право это все огородить. Представитель арендатора пояснил, часть пляжа останется под их управлением на 20 лет. Таков договор с муниципалитетом. Оплата, она на благо, не во вред. Смысл в том, чтобы люди смогли зайти спокойно и отдохнуть. То есть тут приезжают тоже так же кататься на сапах, приезжают отдыхать на берегу. И люди, то есть сильно подвыпившие, то есть ведут себя неадекватно и, соответственно, пугают аудиторию. Однако в Комитете по управлению городским имуществом уверены, договор договором, порядок порядком, но палку перегибать не стоит. И против закона идти не советуют. Каждый гражданин имеет право на беспрепятственный доступ к местам массового отдыха вблизи водных объектов на безвозмездной основе. Плата в данном случае может заниматься правообладателями данных земельных участков лишь за предоставление дополнительных платных услуг. С арендаторами уже проведена беседа, сообщили представители муниципалитета. И хотя ограждение осталось, доступ к воде снова стал бесплатным. Водитель без маски Фиксируй его. Фиксируй его. Фиксируй его. Ну забыли? Добрый день, товарищ господитель. Что у нас? Маски реже. Министерство транспорта или автобус, потому что это уже устроение. Где маски? Вопрос, ставший обыденностью, который буквально через день задают участники парафилактических рейдов водителям и пассажирам общественного транспорта. По перчатке уже не спрашивают. Если есть маска на лице, а не в кармане, уже хорошо. А если правильно надето, замечательно. Динамику положительную видим. После проведенных мероприятий у нас и водители, и пассажиры. Я не скажу, что 100% у нас ездят в масках. Но в связи с тем, что сейчас жарко, конечно, меньше у нас процент ношения масок. Поэтому ужесточаем. И заболеваем с ковидом растет, и ужесточаем проверки отношений общественного транспорта и пассажиров, которые едут. Ковидная статистика не радует. Случаев заражения все больше и больше. Многие не верят в пользу СИЗов. Надевай, не надевай, все равно маска не спасет от ковида. Переболеем все. Однако врачи по-прежнему, как один, уверяют. Лучше с ней, чем без нее. Даже если переболели, пренебрегать средствами безопасности не стоит. Есть и другая категория людей, не желающих рисковать здоровьем своим и близких. Они пользуются хорошо зарекомендовавшим себя средством, победившим все предыдущие пандемии. Панчины были. Муж и жена облежали в ЦГБ. Они вылечились. Сейчас звонят, дядь Витя, давай. Уколись. Возраст положено сейчас. Везде вакцинация идет. То есть надо. Все требуют. Не требуют, а положено так. Чтобы легче жить было. Виктору Степановичу повезло. Напрямую с ковидом он не сталкивался. Родственники тоже не болели. И надеется, что благодаря вакцине так будет и дальше. Сегодня в Ульяновской области есть все три вида вакцины на выбор. Процедура добровольная и бесплатная. А привиться можно целым предприятием. У меня хронические заболевания. Я не хочу, чтобы тяжело-тяжело прошло заболевание. Риск очень большой. Я не хочу принести домой эту инфекцию, чтобы мои родители сболели. В нашем коллективе было очень большое количество заболевших. И было принято решение о вакцинации наших работников на территории нашей Ульяновской трикотажной фабрики. Сегодня вакцина доступна каждому. При себе достаточно иметь паспорт, страховой полис и желание обезопасить себя и окружающих. Бояться не нужно. Заболеть куда хуже и опаснее, чем потерпеть укол и, возможно, непродолжительное недомогание. В пунктах вакцинации дежурят врачи общей практики, которые предварительно проверят человека на наличие противопоказаний. Всего в Ульяновской области работают 44 стационарных пункта, 9 мобильных фабов, 31 мобильная бригада. А пройти процедуру можно буквально по пути в магазин, даже в ближайшем ТЦ. Его творчество созвучено с творчеством таких знаменитых тогда уже скульпторов, как Вадим Сидур и Эрнст Неизвестный. Это дорогого стоит. Ему предопределено было быть скульптором по жизни, по образному видению окружающего мира, по чувствованию самого материала. До августа в экспозиции представлены 26 работ Шеломова – от «Солдата Чонкина» и «Мыслителя» до циклов «Утро, день, вечер, ночь» и «Апостолы». А также живописные эскизы, раскрывающие шеломовский дар рисовальщика. Христовые страсти, например. Скульптурное изображение Гоголя в свое время высоко оценил мэтр отечественной мультипликации, создатель культовых ежиков-туманей и сказки-сказок Юрий Норштейн. Можно не сразу понять, что это лошадь. Но именно через такую интерпретацию, как она выглядит, проходил в некотором смысле его своеобразный философский контекст. За эту самую лошадь на лугу Василию Петровичу сильно досталось оценителей в кавычках из обкома КПСС. За фривольную позу валяющегося на травке коняги. Они видели по-другому. А еще за апостолов. Не советская, дескать, евангельская тема. Он придерживался определенных принципов, которые вот именно присущи ему. Он видел так, он творил. И когда ему вот говорили, что нет, так вроде не должно быть, он все равно стоял на своем. А раз он стоял на своем, не всегда это приветствовалось. Ровно 10 лет назад Василия Петровича не стало. Но интерес к его работам сегодня – наглядное подтверждение верности творческого пути ульяновского мастера скульптуры Шеломова. Это человек, который мог быть дурашливым, мог быть философски таким очень обостренным. У него очень широкий охват и глубокий охват. Ярослав Щедров, Юрий Давыдов, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. По данным сайта «Гесметио», 23 июня в Ульяновске солнечно. Температура воздуха по области ночью от 20 до 24 градусов. Днем – 31,35, выше нуля. В городе температура воздуха ночью плюс 21,23, днем – 32,34. Ветер северный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Новый телесезон. Репортер 73 и ОТР вместе с вами вступают в новый безвирусный сезон 2021. Ежедневно и круглосуточно. Мы рядом. Главные новости. Оперативно и точно. Прямые эфиры открыто и остро. Сезон головокружительных расследований, интересных проектов и зажигательных премьер наступил. Смотри. Репортер 73 и ОТР. Разговор. Увлекательные интервью с интересными гостями. Подробное обсуждение самых важных и острых тем. Каждый понедельник программа «Разговор» на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. Репортаж. Быть на месте, видеть и знать. Выяснить и найти. Подтвердить или опровергнуть. «Репортер 73» всегда на месте событий находит правых и виноватых. Каждый вторник на «Репортер 73» и на ОТР. Утро с «Репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и ОТР. 10 тысяч рублей для школьника. Выплата не новая. Такая мера поддержки была и в прошлом году. В этом она продолжится с небольшими изменениями. Кроме школьников, по 10 тысяч получат и будущие первоклассники. Критерий доходов не имеет значения. Выплата будет назначаться всем детям. Обращаться нужно через госуслуги либо через сайт ПФР. Но если граждане уже обращались за выплатами, им не нужно будет подавать документы, так как они уже есть базой данных. Документы подать можно с июля, а выплату начислят в августе. Ориентировочно эту сумму получат около 120 тысяч детей. Рубрика «Это интересно» далее в эфире. Мизуки фест открывается. Я, его ведущий, чайный мастер. В минувшую субботу парк «Западный» превратился в яркий и шумный мультик. Здесь собрались любители аниме-культуры. Это первый в городе подобного рода фестиваль. У человека, который видит это впервые, складывается впечатление, что какой-то художник открыл коробочку с мультиками, с героями компьютерных игр, и вот они все здесь. И, наверное, отчасти это так. Ребята, кацплеят очень каких-то известных персонажей. Для тех, кто знает, как зовут этих персонажей, есть, например, те, кто даже и не знают, подходят, знакомятся. Фестиваль очень интересный, яркий, насыщенный. И в действительности это то, что интересно молодежи. Порядка 80 участников не только из Димитровграда, но и Ульяновска, Самара и Тольятти стали участниками Мизуки-феста. В первый раз поехала на фестиваль в Ульяновск. Очень сильно понравилось. И подумала, почему бы в нашем городе не может быть такого мероприятия, где совмещаются танцы, песни, косплей, переодевание. Я думаю, это очень приятно. И городу этого действительно не хватает. Потому что молодежь уезжает именно из-за этого. И я думаю, что таких мероприятий должно быть больше, потому что это развивает как и их, так и нас. Потому что молодежь – это жизнь, и они делают этот мир лучше. Что ж, поспорить с тем, что яркие краски и счастливые лица действительно делают мир лучше, трудно. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для «Репортер 73» из Димитровграда. Продолжаем эфир полезными советами. Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару. Солнце способствует выработке важного для организма витамина D, поэтому бывать на солнце полезно, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельников. Главное – не переусердствовать, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть. Для того, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15-20 минут в день, а начинать следует с 5 минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом, пояснил Тяжельников. На открытом солнце в самые жаркие часы находиться вредно. Лучше выбирать утреннее и вечернее время для прогулок. Одежду в жаркие дни следует выбирать светлых тонов, а на голове носить летние головные уборы, добавил врач. Полезные рекомендации продолжит наш эфир. Рубрика «Стиль» далее. Доброе утро! Меня зовут Альбина Павлова. Я преподаватель спецдисциплины Ульяновского техника, матраслевых технологий и дизайна. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать, как можно освежить или задекорировать обычную футболку. Для того, чтобы задекорировать футболку, я использую вот такой элемент кружева. То есть можно использовать абсолютно любой кусочек ткани, который у вас остался, если вы что-то сшили, либо у вас какой-то фрагмент вышивки остался. На данный момент я использую, чтобы подходил по цвету. У меня красная футболка и черный элемент вышивки. Для того, чтобы наметить место расположения этой вышивки, нам нужно определить центр футболочки и провести линию. Берем ножницы и разрезаем по намеченной нами линии. В данной модели футболки я не разрезаю до конца. Если футболка мала, то ее можно разрезать до конца и кружеву вточать полностью. Я выбрала вариант для себя, что я оставлю горловину так, как она есть. Затем мы берем кружево, которое у нас есть, и примеряем его в наш разрез. Его нужно заколоть, для того, чтобы было удобно потом истрелчить. Следующий этап нашего элемента, то есть мы должны стачать это все на машинке и стачать этот элемент декора. Мы закончили нашу наколку, и теперь идем стачивать на машинку. Мы с вами закончили на машинке. Теперь мы идем за стол обрезать наши кусочки ткани. Сейчас нам с вами нужно проложить отделочную строчку с лицевой стороны изделия. Следим за тем, чтобы у нас не попала ткань с изнаночной стороны под машинку, второй слой нашей футболки. Теперь мы с вами идем на утюг, для того, чтобы выполнить ВТО нашей футболочки. Наш декор футболки выполнен. Вот у нас получилась вот такая вот интересная дизайнерская своя футболочка. С вами была Альбина Павлова, преподаватель спецдисциплин ульяновского техникума, отраслевых технологий и дизайна. Продолжаем утро с репортером. Каждый день, каждое утро мы рассказываем о праздниках, да, о значимых. Но есть те, которые выпадают на выходные. Но их нельзя обойти, внимание. Да ни в коем случае. 19 июня мы отметили. Международный день, Олимпийский день. Да, Международный Олимпийский день. И почему он важен для нашей области в том числе, мы поговорим сейчас с нашим гостем. Да, друзья, у нас сегодня в студии Калмыков Олег, президент Олимпийского совета, член Общественной палаты Ульяновской области. Олег, доброе утро. Доброе утро. Поздравляем вас. Ну что, с праздником? Да, пусть не спрашивают, что... Всех нас с праздником. Да, праздник этот, я думаю, он не имеет такой уж прям конкретный. Это вы очень ошибаетесь, что на немецкий... Нет, мы отметили его, но все равно ведь для Олимпийского комитета... Нет, вы очень недооцениваете значение этого праздника. Потому что... И наоборот, я его пытаюсь переоценить. Тогда я вас неправильно понял. Просто для... Не только для спортсменов, для всех жителей планеты Земля это архиважные мероприятия. Я всегда встречаюсь с друзьями, и с недрузьями. Задаю вопрос. А назовите мне мероприятие, которое так может всколыхнуть мир, кроме Олимпиады. Да не думайте. Нету ничего подобного, такого, что весь мир с содроганием приленет к телевизорам, покроется вот такими мурашками и будет смотреть. Причем с позитивной стороны. Да хотя будут и проигравшие, выиграет один. Но в напряжении будут все страны мира. Вот от великого какого-нибудь там столичного города до малюсенькой деревни в самом маленьком государстве планеты все будут болеть за Олимпийский. Именно поэтому я и говорю, что даты 19 июня не ограничиваются праздниками. Какие-то Олимпийские игры это праздники. В чем секрет такого масштаба, такого всеобъемлющего праздника, чуда, можно даже сказать? Вот почему-то так получилось, что именно игры Олимпиады захватили умы людей, потому что они несут в себе не только ведь вот показать, у кого мышцы сильнее, кто быстрее бегает или там по мячику лупит. Это же огромное миротворческое значение. Воины же останавливались. Да, да, да. Люди это действительно. Да, были случаи, когда были проблемы. Может быть и сейчас кто-то недоволен каким-то. И коммерциализацией приходит. И свои внутренние трудности. Но более чем вот объединяющего события, чем Олимпиады, мы просто нет. И, конечно, мы в преддверии этих Олимпийских игр, вся страна, у нас весь мир пытаются отметить. И мы очень достойно, кстати, провели его. Вот вся страна, весь мир, это прекрасно. А как же... Расскажем, как Ульяновск. Конечно, родной регион. Ульяновск. А вот я вам даже покажу. Давайте, показывайте. Вот это наш очень маленький, кратенький план мероприятий, который мы... Только в Ульяновске. А еще помимо Ульяновска, у нас же есть районы, мы даже... Ну и так получается, хвалиться придется. Мы начали открывать Олимпийские советы в районах. И мы в пяти районах уже открыли, ну как бы филиалы от нашего. Это там Инза, Сурский, Ульяновский, Сенгелеевский, Вишкайма. И они все получили наградную атрибутику, баннеры, рекламную продукцию, там маечки, медальки, кубки. И они у себя посеяли семена олимпизма. А это здорово. Ну какие задачи вот непосредственно они выполняют? Задача, в принципе, одна. Пропаганда. Пропаганда и добрых идей олимпизма. Что сражаться и биться надо только на спортивных площадках. Прекрасно. И нигде больше. Ну вот наш регион очень долго не представлял себя на олимпиадах. И мы знаем, что есть какие-то... Вы информированные люди, я смотрю, вы подготовились. Серьезно. Да, действительно. Серьезно, потому что тело... Так получилось, что, ну пусть будем думать, что это так совпало, и вот такой активный дядька, как Олег Калмыков, чуть-чуть немножко поспособствовал вот пропаганде, популяризации олимпийского движения. Но действительно, ведь до Инны Торжуковой, которая заняла четвертое место на прошлой олимпиаде, у нас 12 лет не было ни одного ульяновца, кто вообще просто поехал на олимпиаду. 12 лет. 12 лет. Да. 12 лет. Серьезно. А сейчас мы не успокоились, но у нас Салуянова, Света, первый номер в составе, Соболь, Кристина, первый номер, Варечка, Баранова ждем со дня на день, с минуты на минуты, включит ее или не включит, это Гремля на байдарках, и плюс 4 пальца олимпионника, то есть 6 минимум уже поедут в Токио. Уже 6 человек. Ну это, ну наверное, все-таки это успех. Ну конечно. И мы будем молиться и делать все возможное, чтобы они, конечно, вернулись с медалями. Сейчас ребята активно заняты подготовкой. А что до Олимпиады осталось 30 там с копеечками дней? Это месяц, месяц, ребята остался до Олимпийской. Ну а почему? Как готовиться. Да, да, да. И как они уже подготовились до такого уровня, что вот их уже делегируют. тут ведь нужно как бы выработать ту стратегию, куда идет вся спортивная область вот наша, да? И если она, ну не будем скрывать, она раньше была заточена, как у нас бывший губернатор говорил, на шарики-фонарики, но это было действительно так. Важно было показать видимость работы, а не живую работу. И по тебе судили, как ты отчитался в инстаграмах, на фейсбуках и вот эти шарики-фонарики. Но это не совсем прямая твоя работа, а прямая работа это в залах, на спортивных площадках, когда ты пашешь, выделяешь внимание, деньги, энергию, и это начинает приносить спортивный результат. Нужна ли шарик-фонариковая деятельность? Нужна, но дозирована. Потому что нельзя рекламировать товар, которого нет. А шарики-фонарики это рекламная акция по спорту. И она вот начала приносить плоды. Просто немножко переформация мозгов тренеров, руководителей пошла, что двигаться надо по двум направлениям. Это массовый спорт сюда и спорт высших достижений туда. Одно без другого быть не может. Мне даже как бы странно до сих пор слышать. Основа всего массовый спорт. Основа всего массовый спорт. Это так говорят дилетанты. Птица с одним крылом лететь не может. Не будет массового спорта, ниоткуда будет черпануть таланты. Но не будет высокой звезды, вот эти вот мальчишки, они девчонки, они не придут в секцию. Одно без другого быть не может. Это как птица с двумя крыльями. Ну, можем вы говорить о том, что вот этот прогресс, который будет и дальше развиваться. Мы даже не сомневаемся в том, что вот этот толчок, который сейчас олимпийское движение в Ульяновской области получило, оно будет дальше идти. Оно будет дальше. Да, у нас сегодня два-три олимпионика, четыре пара олимпионика. На следующей олимпиаде их будет три, потом четыре, пять. Ну, по Волжье мы не очень блистательно выглядим на олимпийской арене. Потому что, конечно, нам трудно соревноваться с такими монстрами, как в Татарстане, даже в Самаре, побольше нас, и географически, по финансам. Но в своей весовой категории, там где Ижевск, там Чебоксары, там Ешкар-Ала, и там мы не очень хорошо выглядим. У нас все-таки пока только три олимпийских чемпионов. Подчеркиваю слово пока. Если вернуться на 12 лет назад, вот тогда сколько было? А вот их как было три, так их осталось три. Только три олимпийских чемпиона. И всего семь человек взбирались на пьедестал олимпийских игр. А вот три чемпиона и четыре призера. Это очень мало, если уже такое начало положено, значит, будет больше. Ну, конечно, то, что у нас сейчас минимум шесть человек просто поедут туда, а некоторые радуются. А, все, мы завоевали путевку, ура. Говорят, стоп, стоп, стоп. Вы забрались только на первую ступеньку. Радоваться будем на вокзале, когда с цветами, с букетами будем медалистов встречать. Возвращаться. Понимаете? Ну, плохо тот солдат, который не хочет стать. Ну, конечно, конечно. Если ты успокоил, а, я попал на Олимпиаду, я свою задачу выполнил. Ну, как ребят сейчас в целом себя чувствуют? Очень по-боевому. Настрой, конечно, такой очень рьяный. Понимают, что престиж страны, престиж области, это очень важно. И тут никакими деньгами, никакими машинами, квартирами, это все вообще не мерится. Это все вторично. Там дух, ты, Олимпиада, страна, моя область. Это немножко по-другому в мозге у спортсменов работает. Ну, вот если брать не массовый спорт, а как раз-таки спорт высоких достижений и совсем вот таких вот подрастающих, да, спортсменов, как в них воспитывать вот этот вот дух, чтобы они все-таки стали теми как раз-таки представителями Ульяновской области? Очень важный и очень сложный вопрос и момент, потому что все-таки капитализация, капитализация берет свое. Монетизация, желание, конечно же, заработать, и мозги молодых ребят, молодых тренеров, они вынуждены перестраиваться, затачиваться под зарабатывание денег. Но, если ты педагог от Бога, а такие все-таки у нас есть, то все-таки ты внушаешься ему спортсмену, что деньги не первичны. Да, они нужны, но пусть они потом прицепом придут. Кстати, мы похвалимся, мы же все-таки в Ульяновской области приняли программу, мы ее условно называем о квадратных метрах. То есть спортсмены высокого уровня, которые завоевали медали на Европа, мир, Олимпиад, они получают квартиру. Ина Торжукова получила квартиру из государственных, из Ульяновских. Ведь это тоже важно для спортсмена. Но ни один спортсмен не едет на Олимпиаду, чтобы заработать квартиру. Поверьте. Он едет ради медали, ради своего я, ради чести, совести, ради папы, мамы, любимого, любимой и так далее. А квартира, она прицепом придет. А вообще... Это мой секрет. Ну-ка, да. Да, и мотивации, наверное, это постепенно. Понимаете, вот в том и вопрос, что первично, что тренер говорит. Если он говорит ребенку или молодому человеку, вот ты сейчас, Саша, поедешь на Олимпиаду, выиграешь, тебе дадут квартиру. Это не та мотивация. Мотивация, как я говорю, другая. Это честь, совесть, флаг, гимн, страна. А это, ну пусть будет в сознании, но потом. Я привожу, в Турции на заолимпийскую золотую медаль государство говорит миллион долларов, а в Америке пять тысяч долларов. В Америке олимпийских чемпионов ого-го, а в Турции раз-два я обчелся. То есть мы говорим, что все-таки деньги не первичные. Кто-то пусть спорит со мной, имеет право, но статистика показывает, не за деньгами едут люди на олимпийские. А с вами спорят по этому вопросу? О, еще сколько. Как же, я молодой парень, я хочу где-то жить, я катаюсь на плохой машине. Да ради бога. А как быть таким спортсменом? Или бог с ним? Пусть это его мотивирует. Все имеют право на жизнь, все имеют право на свои мысли, все имеют право на свое видение жизни. Ради бога, пусть свой мотив выдвинет. Ведь кто-то хочет доказать там своей любимой, что он вот самый сильный парень, а кто-то какую-то затаил обиду на своего соперника, говорит, я тебе покажу. То есть у каждого свои мотивы. Все-таки так причесывать все. Главное, чтобы результат был. В принципе, да. Ну и надо же четко понимать, что любая медаль, она как как фонарь, прожектор, который освещает дорогу малышам. Ведь когда мотив папы, который привел ребенка в секцию, он один. А вот у ребенка совсем другой. Папа видит его ага, великим футболистом с большими гонорарами, а сыночку может и не надо. Ну вряд ли, вряд ли. Да, он думает о квартире. А мальчишка, он же не хочет гонорара, ему там 10-19 лет. Он хочет играть, как вот этот дядька, только лучше. А кто-то пришел в бокс или в борьбу? А, меня вот там Вовка в школе обижает, я ему сейчас наварю, подкачаюсь, стану сильным. Поэтому мотивация детей это немножко другое. Да, и вот здесь речь о мудрых педагогах. Я думаю, остро так встает. Это очень остро. Потому что без этого тогда у ребенка просто нет ориентиров. Проблема воспитания воспитателей в России, я считаю, это одна из ключевых проблем и задач, которые мы должны решать. Кто будет ваших наших деток, внуков воспитывать? Кто? Люди, заточенные только на зарабатывание, мы разрушим мозги. Понимаете? Поэтому мы вот активное участие принимаем в образовательных программах. Воспитание воспитателей, Воспитание воспитателей. Это архиважная программа. Ну, сейчас не секрет, что институтов, университетов, курсов по повышению квалификации как ларьков по продаже семечек. Точно. Да. Но цена вот этих дипломов, она... Вот, слава богу, мы очень плотно работаем с российским олимпийским университетом. Мы вот на сегодняшний момент уже 30 специалистов спорта туда отправили. Мы очень плотно с ними работаем. 30 человек из Ульяновска. Было год, когда позапрошлый год мы заняли пятое место по количеству повысивших квалификацию в высочайшем университете. Это российский международный олимпийский университет в Сочи. Мы проиграли только Москве, Питеру, Московской области, Краснодарскому краю по количеству людей, получив их дипломы. Поэтому я лично и мои коллеги меня поддерживают, что надо проблеме повышения уровня педагогов, тренеров и организаторов уделять огромное внимание. Мы работаем в этом. И вот так вот в комплексе вот это все и приведет. Пазл. Оно вот потихонечку и приводит. Я не успокаиваюсь и говорю, о, мы молодцы, у нас едут люди на Олимпиаду. Это маленький первый шажок. Мы не остановимся. И надеемся, что и руководство, и широкие массы населения это увидят, это поддержат. А вот широкие массы населения. Да, вот что с массовым как раз таким спортом. С другим крылом. Да, смотрите. Массовый спорт. Вот то, что мы сейчас провели мероприятие Олимпийского дня, вот это и есть массовый спорт. Потому что трудно спортом высших достижений назвать, ну, например, хоккейный матч, марафон там от рассвета до заката. Это, знаете, вообще супер мероприятие. Они начали в 6 утра и закончили в 9 вечера. А счет вот так. Вы играли в белой форме, а я в синей. Поиграли. Со счетом там 5-0 закончилось. Приходят другие команды. Одни белые, другие синие. Сыграли. 5-0 в другую. Счет стал 5-5. И они рубились до 9 вечера. Это же что? Это пропаганда. Это массовый спорт. Или на пляже. Пляжный волейбол. Пляжный футбол. Пляжная борьба. Гиревой спорт. Федерация легкой атлетики провела мероприятие под названием не толкание ядра, а кидание ядра. Надо по науке. А это среди людей, которые просто пришли на пляж с детьми. Бери ядро и запульни его как можно дальше. Вот запульнул дальше. Вот на тебе. Молодец. Это вот это пропаганда. Вот это массовый спорт. Вот этим должны заниматься все. Всем спорта. Да здравствуйте. И успехов, побед на Олимпиаде. Всем нашим. Давайте так, Олег. Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо вам большое за сегодняшний удар. Да, напомним, что у нас в гостях сегодня был Калмыков Олег, президент Олимпийского совета, член общественной палаты Ульяновской области. Это утро с репортером и мы продолжаем. Показать олимпийскую символику в дни Олимпиады смогут только СМИ, имеющие права на трансляцию игр. Таковы правила МОК, о которых письменно уведомили нашу редакцию. По данным из открытых источников, к элитным на время символам относятся пять колец, лавровые ветви, медали, лозунги и логотипы конкретной Олимпиады. В нашем случае, токийской. Что делать, если на пьедестал взойдет спортсмен из Ульяновской области не совсем понятно. И не только нам. Если будет репортаж из Токио, то там все будет в символике. И сняться где-то на фоне серой стены, мне кажется, даже будет нелогично. Организаторы преследуют, наверное, какие-то свои цели, может быть, коммерческие. Я этого не знаю. По мне, я пропагандист олимпийского движения без этих условностей. О хорошем надо говорить всегда и везде. Тем более, Олимпиады это серьезно. 33 дня до Олимпиады осталось. У меня тело уже мурашками покрывается. Владимир Крылов ульяновский спринтер в 1987 году в Италии пробежал 200 метров, поставив национальный рекорд, не побитый до сих пор. Как и другие спортсмены, Крылов от МОКО в шоке и недоумении. Во всем должен быть смысл. Вообще, на всех движениях, в каких-то запретах. Вот есть ли смысл здесь? Я считаю, что смысла здесь никакого нет. Это просто, ну, как-то неправильно сделано. Вот вы смотрите, например, какой-то репортаж. И вы даже не понимаете, что вы смотрите. Если нет какого-то логотипа, там, с названием Олимпийский, там, или, к примеру, чемпионеры, или там, ну, вот, нет колец. И просто непонимание какое-то. С учетом того, что олимпийскими кольцами часто украшают спортивные сооружения, придется временно, как бранные слова или рекламу, убирать и их. Так же, как и сорные элементы в видео, размывая картинку в заданной области. Тем временем, спортсменам не до этого. Для них главное участие и, безусловно, победа. На сегодняшний момент мы имеем стопроцентно два олимпионика и четыре пара олимпионика. И Варя Баранова по гребле буквально на днях показала результат. Значит, и, по-моему, ее включили в запас. Вот прям днями будет решаться, включит Варвару Баранову, значит, в основной состав нашей сборной команды по гребле на байдарках или нет. Но уже минимум шесть ульяновцев поедут на игры в Токио. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Она начнется 23 июля и закончится 8 августа. Несмотря на введенные Международным Олимпийским комитетом требования, мы все ждем грандиозного события и обязательно покажем и расскажем о достижениях ульяновских спортсменов. Хотя бы и на фоне серой стены. Этим утром предлагаю продолжить разговор начатый вчера. А именно о семи проверенных способах научиться есть меньше, которые дали наши эксперты. Поддерживаю. Вчера мы выяснили, что первый способ думать о еде во время еды, второй чаще обниматься и целоваться. Да. Третий способ имеется ешьте в компании, рекомендуют эксперты. Очередные исследования в области психологии и человеческого поведения говорят, что женщины склонны употреблять меньше пищи, если едят в компании малоедящих людей или привлекательных мужчин. В первом случае срабатывает статный инстинкт, мы не хотим выбиваться из группы подобных, поэтому подстраиваемся под привычки. Во втором случае нам просто хочется выглядеть в глазах мужчины наилучшим образом, которому обычно, по нашему женскому мнению, лучше всего подходят салаты и стакан воды. А вот длинные макароны, пиццы или бургеры, пожалуй, нет. Пользуйтесь ароматерапией. Это способ номер 4. Аромалампа просто обязана стоять на столе, за которым вы работаете, уверяют специалисты. Периодически наливайте в нее масло аниса, розы или лаванды. Подобные запахи успокаивают нервную систему, а значит, предупреждают эмоциональное переедание, которое свойственно нам на, особенно на работе. Хорошо еще помогают запахи ванили и мяты. Они приглушают чувство голода. Ну, о других способах расскажем завтра. Ну, а прямо сейчас обратимся к Оксане Галеевой и рубрике под названием «ЗОЖ». Доброе утро. С вами Оксана Галеева, руководитель студии «Йога-лайф», инструктор-преподаватель женских практик йоги. Вы знаете, что существует очень много не только асан, не только замков, внутренних замков, пранаям. Но есть еще очищающие практики, которые называются тхаути, тхаути-крии. Тхаути переводится с санскрита как очищение. Есть очищение не только кишечника, сразу, да, у нас в голову приходит, что может быть в асанах. Очищение кишечника есть очищение неба, очищение зубов, очищение языка. Причем не просто зубной щеткой, как все мы привыкли делать, а специальными приспособлениями. Но сегодня я хочу поговорить именно об очищении кишечника. То, что мы можем сделать без помощи различных дополнительных предметов, а сделать это с помощью своих рук, с помощью своего тела. Итак, практика Агнсара Тхаути Крия переводится как разжигание внутреннего огня. Можно делать и в двух вариациях. Я вам сейчас покажу одну, только ту, которая доступна сделать самостоятельно, глядя на это видео, и прямо сейчас вместе со мной. Итак, мы должны сидеть ровненько, вы можете также стоять, лучше делать на голодный желудок, либо, если пройдет после приема пищи, часа два, два с половиной. Можете это делать не только утром, но и в течение дня, в промежутках между едой. Что нам нужно? Нам нужен свой животик, хорошее настроение и свои ручки. Итак, правая рука, большой палец устанавливается в область пупка, а сама ладонь устанавливается параллельно земле. И следующая ручка, левая, у нас будет дополняющая, придающая силы. Что мы будем делать? Мы сидим расслабленно, нажимаем руками на животик в область пупка и отпускаем. Еще нажимаем и отпускаем. Здесь у нас идут достаточно глубокие надавления, поэтому мы помогаем еще левой ручкой и лучше направлять не просто назад, а чуть назад и вниз. Вот эти движения вы можете делать при различных спазмах, если у вас какие-то проблемы со стулом. Эти упражнения прекрасно очищают, прекрасно укрепляют даже иммунитет, потому что в области живота у нас находится очень много лимфатических сосудов и узлов. Итак, мы должны делать около 100 раз. Конечно, сейчас мы этого сделать не сможем, но самостоятельно подсчитав, вы можете нажимать и прижимать пупок к пояснице 100 раз. Сразу хочу сделать такую маленькую галочку и пометочку. При выполнении первого раза таких упражнений вам будет немного дискомфортно, непривычно, возможно, больно, но здесь не стоит бояться, можно уменьшить амплитуду, можно уменьшить количество повторов, но пробовать и главное соблюдать условия делать не на полный желудок и при условии, если у вас нет серьезных заболеваний органов брюшной полости. Пробуйте, экспериментируйте и двигайтесь вперед к здоровому образу жизни. Новый водовод для жителей Шиловки. В Сенгелеевском районе построят новый водовод. Здесь сложилась выпиющая ситуация. Почти два месяца жители находились без воды. К выполнению первоочередных мероприятий по нормализации водоснабжения уже приступили. Это позволило стабилизировать ситуацию не только в Шиловке, но и в Криушах. Обследовали полностью все участки на наличие порывов. Один из участков в ближайшие две недели заменит порядка 160 метров. По результатам замеров водопотребления выполнили регулировку запорной арматуры, чтобы оптимально распределить воду между верхней и нижней частями Шиловки. Сейчас вода подается по графику. Для системного решения вопроса необходимо построить новый водовод от родника Орлов. Как отмечают специалисты, его дебет позволит перекрыть всю потребность населенного пункта в ресурсе. Ориентировочная протяженность сетей составит 14,5 километров. Проектирование начнется уже в этом году. О главном расскажем далее. Почти 500 посадочных мест, два этажа, игровое поле 90 на 63 метра. В Засвияжском районе сооружают футбольный манеж. Возведение объекта, как выяснилось на недавнем посещении стройки, ведется с опозданием. Строительный час, практика, которую вел Алексей Русских еще в мае. Чиновники в еженедельном режиме посещают строительные площадки, на которых возводят социально значимые объекты. А уже позже чиновники и застройщики встречаются здесь, за круглым столом, чтобы выяснить проблемные вопросы и найти пути их решения. Количество рабочих увеличено до 25 человек. Завезен комплект щитовой опалубки, ведется армирование к июлю войдут в график по монолитным работам. Подрядчик отчитывается, темп работ значительно нарастили. Из минусов под угрозой срыва очередной этап строительства, монтаж металлоконструкций. Необходимый материал закоплен лишь на 30%. Масштабное строительство развернулось и в селе Водорадск. Здесь появится дополнительный корпус для пожилых людей и инвалидов. Основное здание находится в селе Акшуат. Новый комфортабельный жилой блок поможет в решении целого ряда проблем. Например, учреждение, рассчитанное на 270 человек, не только значительно улучшит условия проживания людей, но и повысит качество социального и медицинского обслуживания. Кроме того, после сдачи объекта в районе будет создано 163 новых рабочих места. На сегодняшний день строится хозблок 1, хозблок 2. Начали строительство жилого корпуса с пищевлоком. Выполнены работы по устройству наружных сетей. Это дренашинализация. Освоение на этот год заложено 105 миллионов. Из них 20 миллионов построенных части материалов и пассажиров. На повестке дня еще одна строительная площадка школа на 1100 мест в Димитровграде. Сегодня идет разработка котлована и забивка свай под блоки административно-хозяйственного и старших классов. До конца года здесь выполнят работы по устройству кровли и фасада, подведут наружные инженерные сети, установят окна и двери. На следующий год займутся внутренней отделкой. Сдать объект планируют в четвертом квартале 2022-го. От строительства к демонтажу речь о реконструкции театра юного зрителя. Здание, в котором он располагался, бывший кинотеатр «Родина», по мнению специалистов, ремонту не подлежало. В апреле строение демонтировали. Приступили к переносу наружных сетей, то есть у нас перенос газа, водопровод, теплосети, мы сейчас занимаемся как раз вымысом, потому что они проходят в границах котлован, то есть зданий сейчас намного больше стало, поэтому приходится маленько выносить. Фундаменты и наружные стены нового ТЮЗа планируют возвести уже в этом году. В следующем займутся отделкой и внутренними инженерными сетями. В 2023-м выйдут на финишную прямую, и обновленный театр юного зрителя будет ждать своих гостей. Екатерина Терещенкова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Андрей, ты свежие новости откуда привык узнавать? Да по-разному бывает, Катя. Когда ты из интернета, когда ты из печатных изданий. Вот сейчас я предлагаю все-таки прикоснуться к печатным изданиям. Хоть эти новости наши зрители узнают по телевизору, но из печатных изданий. Конечно. В эфире обзор российской газеты. Серийным заемщикам не предлагать. Льготную ипотеку хотят выдавать только нуждающимся в жилье. Офис закрывается. В России запущена цифровая платформа для удаленной работы. Полевой призыв. Почему фермеры не могут привезти мигрантов на поля? 13 счастливчиков. Объявлены финалисты премии «Большая книга». Законы, по которым будем жить, российская газета официально публикует новые федеральные законы. Счетная палата рекомендовала правительству переориентировать базовую программу льготной ипотеки на нуждающихся в улучшении жилищных условий или ограничить выдачи по ней одним кредитом в одни руки. Также ведомство считает необходимым еще больше снизить ставку при рождении третьего и последующих детей по программе семейной ипотеки. Сейчас она составляет 6%. В последние годы президент ставит цели по трансформации экономической политики в сторону социального государства. По нашему мнению, бюджетные расходы в долгосрочной перспективе должны быть нацелены на поддержку нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и вносить вклад в достижение национальных целей. В России создали и запустили первую полностью отечественную цифровую платформу для удаленной работы с повышенным уровнем информационной защиты. Пилотный проект реализовали на площадке самого большого в России и Восточной Европе Центра обработки данных Калининский и Штоф Тверской области. Создатели платформы ориентировались на мировой опыт, но учитывали и российскую специфику эксплуатации. Как уверяют идеологи процесса, виртуальные рабочие места имеют повышенный уровень информационной безопасности. Во-первых, все данные хранятся не на жестком диске рабочего компьютера, а в дата-центре, который имеет на несколько порядков более высокую защиту, чем ПК. Во-вторых, пользователи больше не зависят от ресурсов своего рабочего компьютера. Упрощается и их техническая поддержка. Фермеры Астраханской области не справились с новым алгоритмом организованного ввоза трудовых мигрантов, а значит, и посевная, и жатва этого года могут быть сорваны. Добраться до места работы мигранты сейчас вправе только на самолете. И вместе с услугами по оформлению дорога для каждого из них обойдется в 500 долларов, и это только до Москвы. Как следствие, сельхозпроизводители прогнозируют рост цен на продукцию осенью. Уже в мае картофель и капуста подорожали на 15%, лук на 16,6%. В областном минсельхозе сообщили, что отправить мигрантов поездом можно только по соглашению с иностранным государством, выполнив все пункты новых правил, с которыми у фермеров и возникли затруднения. В итоге из 10,5 тысяч необходимых региону мигрантов на поля пока приехали только 3 тысячи. Национальная литературная премия «Большая книга» объявила финалистов. Из более чем 40 произведений лонг-листа экспертный совет во главе с писателем и литературой ведом Михаилом Бутовым выбрал 13. Среди них известные писатели Евгений Водолазкин, Марина Степнова, Захар Прилепин, Нарине Абгарян и фамилии нового поколения. Работ по итогам 2020 года ждали с некоторым опасением. Писатели ведь любят свободу, любят и ездить по разным интересным местам. А сидеть дома в маске не любят. Если честно, мы думали, что у всех будет депрессия и никто ничего не напишет. Но русского писателя так просто не возьмешь. И все получилось ровно наоборот. Российская газета опубликует новые законы, которые недавно приняло Федеральное собрание. Теперь поставщики ЖКУ заплатят штрафы владельцам домов за ошибки в квитанциях. Власти регионов бесплатно доведут газовую трубу до границ домовладений, а черные кредиторы получат уголовные наказания. Также ограничивается продажа сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Они смогут совершать сделки только по акциям, облигациям и паям. Одновременно Банк России получает право на постоянной основе вводить правила продажи любых финансовых продуктов, чтобы неподготовленный потребитель мог понять их основные особенности и риски. За грубое нарушение таких правил ЦБ сможет предписать выкупить уже проданные вредные продукты у клиентов. Это был обзор Российской газеты. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 22 июня. Больше не нужно ничего объяснять. Самый длинный день в году, самый страшный день в истории нашей страны. Вспомнить павших, почтить живых. Миллионы свечей зажглись сегодня по всей России. Каждую семью в нашей стране коснулась Великое Отечественное. В Ульяновске, у обелиска Славы, ранним утром руководство региона, города, депутаты, военные, волонтеры, поисковики и реконструкторы замерли со свечками в руках. Алексей Русских первым присовокупил к вечному огню частичку огня, зажженного от фронтовой блиндажной лампады. С 2020 года в России появилась и еще одна традиция зажигать виртуальные свечи памяти. На сайте деньпамяти.рф любой желающий может зажечь электронную свечку памяти. Каждая зажженная свеча фондом память поколений увеличивается в размере одного рубля на помощь ветеранам боевых действий. Помощь родственникам павших на полях сражений, помощь всенародной совести оказывают поисковики. Ульяновское поисковое объединение Крутояр в этом году уже совершило две экспедиции к местам ожесточенных боев. Удалось поднять останки двадцати бойцов. Отписной из них один повезло прочитать медальон из Алтайской края. Еще один человек вернется домой. Свой вклад в сохранение исторической правды вносят реконструкторы. Чтобы никто не мог сказать так не было, они, изучая документы эпохи, показывают так было. Чувствуется гордость за нашу страну, которая победила такого сильного вооруженного мощного врага. Их общий вклад в патриотическое воспитание, поддержание интереса к истории Отечества отметил глава региона. Вы молодцы, что вы не помните, помнить вы это не можете, но по крайней мере вам это передали наверное ваши деды. Надо эту память хранить, чтобы такого никогда больше не было. Спасибо. 22 июня ровно в 4 часа. Позади 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Свечи памяти догорят, но каждый из нас будет помнить и передаст эту память детям, внукам, правнукам. 60 секунд на то, чтобы вспомнить общероссийская минута молчания как символ всеобщей скорби ровно в 12.15. Для ульяновцев в особом знаковом месте площади Старого вокзала. Именно отсюда в годы Великой Отечественной эшелоны с бойцами уходили на фронт. Символично ветераны и молодое поколение соединены одной датой, такой далекой и такой тревожной поныне. Важность мероприятия она в нашей истории, потому что мы считаем, что помнить нужно все, всех и каждого. Мы думаем, что если мы забудем войну, то она обязательно придет в наш дом. Патриотическая задумка от байкеров три года назад воплотилась в жизнь. И здесь, на площади, в непосредственной близости со зданием вокзала, появилась вот такая теплушка, скульптурная композиция. Дизайн придуман нашим мото-клубом. Друзья-кузнецы помогли с реализацией. Тем пронзительнее гудок. Звуки и знаки. Точнее, медаль, шагнувшим в бессмертие за своего деда, защитника родины, получает внук. Наш земляк, морской пехотинец Олег Белов. Поисковики нашли документы его дедушки, который получил ранение в 41-м году и после ранения через полгода умер в госпитале и был захоронен в братской могиле. Сегодня вручается медаль «Шагнувшим к бессмертию». С благодарностью принимаю из ваших рук эту медаль как реликвию, как напоминание о том страшном времени, как частичку моего деда, которого я никогда не видел. У нас нет ни одной его фотографии. Слова и цветы так мало и так нужно во имя памяти и жизни. Татьяна Домоданова, Сергей Рябухин, репортер 73. «Шагнувшим» все понятно. Больной тает на глазах. Жара такая, что расплавится не только Дед Мороз. Например, синоптики в Москве уже пообещали повторение аномальной жары 2010 года. Но и у нас температура за 30 градусов продержится ближайшие две недели. Поэтому самым притягательным местом станет водоем. Вот такой открытый или, например, емкость с водой на даче тоже пригодится. Главное помнить, не стоит находиться на солнце. в период его пиковой активности это с 10 часов утра до 16 часов пополудни. Ну а после работы добро пожаловать на пляж. Можно искупаться, а можно вот просто промочить ножки. В воде и на суше обязателен головной убор. Стоит позаботиться и о коже. Средства от загара не будут лишними и в городской черте. Лучше всего в такую погоду носить светлую одежду из натуральных тканей. Жилище проветривать, если нет прямых солнечных лучей. Пересмотреть свой, пожалуйста, рацион. Нужно отдать предпочтение низкокалорийным продуктом. То есть это должны быть овощи, фрукты, нежирные сорта мяса. Ну и, конечно, лучше отдать предпочтение рыбе. А вот холодно-сладким лакомством злоупотреблять не стоит, если вы не Дед Мороз из мультфильма. От перепада температуры организм испытывает стресс. Резкое охлаждение дыхательных путей может пагубно сказаться на самочувствии. Хотя совсем отказываться от мороженого не стоит. Тем более сейчас в магазинах большой выбор на любой вкус и кошелек. Не забывайте принимать прохладный душ. Так как процесс темы регуляции происходит путем потоотделения, поэтому необходимо увеличить количество жидкости. Это должна быть просто вода. Воды на магазинах-прилавках в жаркий сезон достаточно. Предвкушая спрос, торговые сети позаботились заранее. Тара разного объема и для ношения в сумке, и для дальней поездки. Перебоев нет, беспокоиться не надо. Мы видим другие примеры в Российской Федерации, где есть случаи ЧП, с водой проблемы. Здесь пока, слава богу, нет. Заводы работают, контракты выполняются, ассортимент наибогатейший. Учли все рекомендации и не забывайте еще одну. Купаться в необустроенных водоемах, особенно в малознакомых местах, не стоит. Людям с хроническими заболеваниями вовсе необходимо сократить время нахождения на жаре. Синоптики предупреждают, горячая пора обосновалась, возможно, до конца месяца. Антициклон занял позиции от Калининграда до Урала. К концу недели разрушить этот антициклон. Нужны такие активные силы в атмосфере, пока их не наблюдается. И вот эта аномально жаркая погода привела к чрезвычайной пожарной опасности в лесах нашей области. В центральных районах она наблюдается, на остальной территории высокая пожарная опасность четвертого класса. В последний раз столь устойчивые высокие градусы наблюдались в 2010-м, ранее в 1998-м. Лето в самом разгаре буквально. Запасаемся терпением и водой. Кстати, мест для купания в Ульяновске может стать больше в планах городских властей обустроить три пляжа на Волжских и Свиярском берегах. Правда, успеют только к следующему лету. Возможно, менее знойному. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73. Пляж в Первомайском районе Димитровграда место популярное с недавних пор в негативном ключе. Сетка разделила территорию на бесплатную и 100-рублевую зоны. Появился арендатор и установил свои порядки. За что? Почему? На каком основании? Позвонила по телефону, который существует на пункте проката. Мне ответили, что они арендуют эту площадь, что у них есть договор и что они имеют право это все огородить. Представитель арендатора пояснил, часть пляжа останется под их управлением на 20 лет. Таков договор с муниципалитетом. Оплата, она на благо, не во вред. Смысл в том, чтобы люди смогли зайти спокойно и отдохнуть. То есть тут приезжают тоже так же кататься на сапах, приезжают отдыхать на берегу и люди, то есть сильно подвыпившие, то есть ведут себя неадекватно и, соответственно, пугают аудиторию. Однако в комитете по управлению городским имуществом уверены, договор договором, порядок порядком, но палку перегибать не стоит и против закона идти не советуют. Каждый гражданин имеет право на беспрепятствием доступ к местам массового отдыха вблизи водных объектов на безвозмездной основе. Плата в данном случае может заниматься правообладателями данных земельных участков лишь за предоставление дополнительных платных услуг. С арендаторами уже проведена беседа, сообщили представители муниципалитета, и хотя ограждение осталось, доступ к воде снова стал бесплатным. Где маски? Вопрос, ставший обыденностью, который буквально через день задают участники парафилактических рейдов водителям и пассажирам общественного транспорта. По перчатке уже не спрашивают. Если есть маска на лице, а не в кармане, уже хорошо. А если правильно надето, замечательно. Динамику положительную видим. После проведенных мероприятий у нас и водители, и пассажиры, я не скажу, что 100% у нас ездят в масках, но в связи с тем, что сейчас жарко, конечно, меньше у нас процент ношения масок. Поэтому ужесточаем и заболеваем с ковидом, растет и ужесточаем проверки в отношении общественного транспорта и пассажиров, которые едут. Ковидная статистика не радует. Случаев заражения все больше и больше. Многие не верят в пользу СИЗов. Надевай, не надевай, все равно маска не спасет от ковида. Переболеем все. Однако врачи по-прежнему, как один, уверяют, лучше с ней, чем без нее. Даже если переболели, пренебрегать средствами безопасности не стоит. Есть и другая категория людей, не желающих рисковать здоровьем своим и близких. Они пользуются хорошо зарекомендовавшим себя средством, победившим все предыдущие пандемии. Панчины были. Они у мужа, жена, они уезжали в ЦГБ. Они улечились. Сейчас выгодно, дядь Витя, давай, уколись. Возраст положено сейчас. Везде вакцинация идет. То есть надо, все требуют. Не требуют, а положено так, чтобы легче жить было. Виктору Степановичу повезло. Напрямую с ковидом он не сталкивался, родственники тоже не болели и надеются, что благодаря вакцине так будет и дальше. Сегодня в Ульяновской области есть все три вида вакцины на выбор. Процедура добровольная и бесплатная. А привиться можно целым предприятием. У меня хронические заболевания, я не хочу, чтобы тяжело-тяжело прошло заболевание. Риск очень большой. Я не хочу принести домой эту инфекцию, чтобы мои родители заболели. В нашем коллективе было очень большое количество заболевших и было принято решение о вакцинации наших работников на территории нашей Ульяновской трикотажной фабрики. Сегодня вакцина доступна каждому. При себе достаточно иметь паспорт, страховой полис и желание обезопасить себя и окружающих. Бояться не нужно. Заболеть куда хуже и опаснее, чем потерпеть укол и, возможно, непродолжительное недомогание. В пунктах вакцинации дежурят врачи общей практики, которые предварительно проверят человека на наличие противопоказаний. Всего в Ульяновской области работают 44 стационарных пункта, 9 мобильных фабов, 31 мобильная бригада. А пройти процедуру можно буквально по пути в магазин, даже в ближайшем ТЦ. Его творчество созвучно с творчеством таких знаменитых тогда уже скульпторов, как Вадим Сидур и Эрнст Неизвестный. Это дорогого стоит. Ему предопределено было быть скульптором по жизни, по образному видению окружающего мира, по чувствованию самого материала. До августа в экспозиции представлены 26 работ Шеломова. От солдата Чонкина и мыслителя до циклов «Утро, день, вечер, ночь» и «Апостолы». А также живописные эскизы, раскрывающие шеломовский дар рисовальщика. Христовые страсти, например. Скульптурное изображение Гоголя в свое время высоко оценил мэтр отечественной мультипликации, создатель культовых ежиков-туманей и сказки-сказок Юрий Норштейн. Можно не сразу понять, что это лошадь. Но именно через такую интерпретацию, как она выглядит, проходил в некотором смысле его такой какой-то своеобразный философский контекст. За эту самую лошадь на лугу Василию Петровичу сильно досталось оценителей в кавычках из обкома КПСС. За фривольную позу валяющегося на травке коньяги. Они видели по-другому. А еще за апостолов. Не советская, дескать, евангельская тема. Он придерживался определенных принципов, которые именно присущи ему. Вот он видел так, он творил. И когда ему вот говорили, что нет, так вроде не должно быть, он все равно стоял на своем. А раз стоял на своем, не всегда это приветствовалось. Ровно 10 лет назад Василий Петрович и не стало. Но интерес к его работам сегодня наглядное подтверждение верности творческого пути ульяновского мастера скульптуры Шеломова. Это человек, который мог быть дурашливым, мог быть философски таким очень обостренным. У него очень широкий охват и глубокий охват. Ярослав Щедров, Юрий Давыдов, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Критерий доходов не имеет значения. Выплата будет назначаться всем детям. Обращаться нужно через госуслуги либо через сайт ПФР. Но если граждане уже обращались за выплатами, им не нужно будет подавать документы, так как они уже есть базой данных. Документы подать можно с июля, а выплату начислят в августе. Ориентировочно эту сумму получат около 120 тысяч детей. Рубрика «Это интересно» далее в эфире. Мизуки-фест открывается. Я, его ведущий, чайный мастер. В минувшую субботу парк «Западный» превратился в яркий и шумный мультик. Здесь собрались любители аниме-культуры. Это первый в городе подобного рода фестиваль. У человека, который видит это впервые, складывается впечатление, что какой-то художник открыл коробочку с мультиками, с героями компьютерных игр, и вот они все здесь. И, наверное, отчасти это так. Ребята кацплеят очень каких-то известных персонажей. Для тех, кто знает, как зовут этих персонажей, есть, например, те, кто даже и не знают, подходят, знакомятся. Фестиваль очень интересный, яркий, насыщенный, и в действительности это то, что интересно молодежи. Порядка 80 участников не только из Димитровграда, но и Ульяновска, Самара и Тольятти стали участниками Мизуки-феста. В первый раз поехала на фестиваль в Ульяновск, очень сильно понравилось и подумала, почему бы в нашем городе не может быть такого мероприятия, где совмещаются танцы, песни, косплей, переодевания. Я думаю, это очень приятно и городу этого действительно не хватает, потому что молодежь уезжает именно из-за этого. И я думаю, что таких мероприятий должно быть больше, потому что это развивает как и их, так и нас, потому что молодежь – это жизнь, и они делают этот мир лучше. Что ж, поспорить с тем, что яркие краски и счастливые лица действительно делают мир лучше, трудно. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для репортера 73 из Димитровграда. Продолжаем эфир полезными советами. Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару. Солнце способствует выработке важного для организма витамина D, поэтому бывать на солнце полезно, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельников. Главное не переусердствовать, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть. Для того, чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15-20 минут в день, а начинать следует с 5 минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом, пояснил Тяжельников. На открытом солнце в самые жаркие часы находиться вредно. Лучше выбирать утреннее и вечернее время для прогулок. А на голове носить летние головные уборы, добавил врач. Полезные рекомендации продолжит наш эфир. Рубрика «Стиль» далее. Доброе утро. Меня зовут Альбина Павлова. Я преподаватель спецдисциплины Ульяновского техника отраслевых технологий и дизайна. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать, как можно освежить или задекорировать обычную футболку. Для того, чтобы задекорировать футболку, я использую вот такой элемент кружева. То есть, можно использовать абсолютно любой кусочек ткани, который у вас остался, если вы что-то сшили, либо у вас какой-то фрагмент вышивки остался. На данный момент я использую, чтобы подходил по цвету. У меня красная футболка и черный элемент вышивки. Для того, чтобы наметить место расположения этой вышивки, нам нужно определить центр футболки. провести линию-линии. Берем ножницы и разрезаем по намеченной нами линии. В данной модели футболки я не разрезаю до конца. Если футболка мала, то ее можно разрезать до конца и кружеву вточать полностью. Я выбрала вариант для себя, что я оставлю горловину так, как она есть. Затем мы берем кружево, которое у нас есть, и примеряем его в наш разрез. Его нужно заколоть для того, чтобы было удобно потом истрелчить. следующий этап нашего элемента, то есть мы должны стачать это все на машинке и стачать этот элемент декора. Мы закончили нашу наколку и теперь идем стачивать на машинку. мы с вами закончили на машинке. Теперь мы идем за стол обрезать наши кусочки ткани. Сейчас нам с вами нужно проложить отделочную строчку с лицевой стороны изделия. следим за тем, чтобы у нас не попала ткань с изнаночной стороны под машинку второй слой нашей футболки. Теперь мы с вами идем на утюг для того, чтобы выполнить ВТО наши футболочки. наш декор футболки выполнен. вот у нас получилась вот такая вот интересная дизайнерская своя футболочка. с вами была Альбина Павлова, преподаватель спецдисциплин ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна. Продолжаем утро с репортером. в студии Калмыков Олег, президент Олимпийского совета, член общественной палаты Ульяновской области. Олег, доброе утро. Доброе утро. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Пусть не спрашивают, Всех нас с праздником. Да, праздник этот, я думаю, он не имеет такой уж прям конкретный. Мы отметили, что он не имеет... Нет, мы отметили его, но все равно ведь для Олимпийского комитета... Нет, вы очень недооцениваете значение этого праздника. Потому что... И наоборот, я его пытаюсь переоценить. Тогда я вас неправильно понял. Просто для... Не только для спортсменов. Для всех жителей планеты Земля это архиважные мероприятия. Я всегда встречаюсь с друзьями и с недрузьями. Задаю вопрос. А назовите мне мероприятие, которое так может всколыхнуть мир, кроме Олимпиады. Да не думайте. Нету ничего подобного такого, что весь мир с содроганием приленет к телевизорам, покроется вот такими мурашками, и будет смотреть. Причем с позитивной стороны. Да хотя будут и проигравшие выиграть один. Но в напряжении будут все страны мира. Вот от великого какого-нибудь там столичного города до малюсенькой деревни в самом маленьком государстве планеты все будут болеть за Олимпиады. Именно поэтому я и говорю, что датой 19 июня не ограничивается праздник. Конечно, конечно. Когда Олимпийские игры это праздник. В чем секрет такого масштаба, такого всеобъемлющего праздника, чуда, можно даже сказать? Вот почему-то так получилось, что именно игры Олимпиады захватили умы людей, потому что они несут в себе не только ведь вот показать, у кого мышцы сильнее, кто быстрее бегает или там по мячику лупит. Это же огромное миротворческое значение. Воины же останавливались. Да, да, да. Люди это действительно. Да, были случаи, когда были проблемы. Может быть, и сейчас кто-то недоволен каким-то. И коммерциализацией приходит. И свои внутренние трудности. Но более чем объединяющего события, чем Олимпиады, мы просто нет. И, конечно, мы в преддверии этих Олимпийских игр, вся страна, у нас весь мир пытаются отметить. И мы очень достойно, кстати, провели его. Вот вся страна, весь мир, это прекрасно. А как же... Расскажем, как Ульяновск. Конечно. Ульяновск. А вот я вам даже покажу. Вот это наш очень маленький, кратенький план мероприятий, который мы... Только в Ульяновск. А еще помимо Ульяновска у нас же есть районы. Мы даже... Ну и так получается, хвалиться придется. Мы начали открывать Олимпийские советы в районах. И мы в пяти районах уже открыли, ну как бы филиалы от нашего. Это там Инза, Сурский, Ульяновский, Сингелеевский, Вишкайма. И они все получили наградную атрибутику, баннеры, рекламную продукцию, там маечки, медальки, кубки. И они у себя посеяли семена олимпизма. А это здорово. Ну какие задачи вот непосредственно они выполняют? Задача, в принципе, одна. Пропаганда и добрых идей олимпизма. Что сражаться и биться надо только на спортивных площадках. Прекрасно. И нигде больше. Ну вот, наш регион очень долго не представлял себя на Олимпиадах. И мы знаем, что есть какие-то очень даже... Вы информированные люди, я смотрю, вы подготовились. Серьезно. Да, действительно. Серьезно, потому что... Так получилось, что... Ну, пусть будем думать, что это так совпало. И вот такой активный дядька, как Олег Калмыков, чуть-чуть немножко поспособствовал вот пропаганде, популяризации вот олимпийского движения. Ну, действительно, ведь до Инны Торжуковой, которая заняла четвертое место на прошлой Олимпиаде, у нас 12 лет не было ни одного ульяновца, кто вообще просто поехал на Олимпиаду. 12 лет. 12 лет. Да. 12 лет. Серьезно. А сейчас... А сейчас... Мы не успокоились. Но у нас Салуянова, Света, первый номер в составе, Соболь, Кристина, первый номер, Варечка, Баранова, ждем со дня на день, с минуты на минуты, включит ее или не включит. Это Гремля на Байдарках и плюс 4 пальца Олимпионика. То есть 6 минимум уже поедут в Токио. Уже 6 человек. Ну, это... Ну, наверное, все-таки это успех. Ну, конечно. И мы будем молиться и делать все возможное, чтобы они, конечно, вернулись с медалями. Сейчас ребята активно заняты подготовкой. А что до Олимпиады осталось 30 там с копеечками дней? Это месяц, месяц, ребята, остался до Олимпийских. Ну, а почему? Как готовиться. Да, да, да. И как они уже подготовились до такого уровня, и что вот их уже делегируют... Понимаете, тут ведь нужно как бы выработать ту стратегию, куда идет вся спортивная область вот наша, да? И если она, ну, не будем скрывать, она раньше была заточена, как у нас бывший губернатор говорил, на шарики-фонарики, но это было действительно так. Важно было показать видимость работы, а не живую работу. И по тебе судили, как ты отчитался в инстаграмах, на фейсбуках, и вот эти шарики-фонарики. Но это не совсем прямая твоя работа, а прямая работа это в залах, на спортивных площадках, когда ты пашешь, выделяешь внимание, деньги, энергию, и это начинает приносить спортивный результат. Нужна ли шарик-фонарик в деятельности? Нужна, но дозирована. Потому что нельзя рекламировать товар, которого нет. А шарики-фонарики это рекламная акция по спорту. И она вот начала приносить плоды. Просто немножко переформация мозгов тренеров, руководителей пошла, что двигаться надо по двум направлениям. Это массовый спорт сюда и спорт высших достижений туда. Одно без другого быть не может. Мне даже как бы странно до сих пор слышать основу всего массовый спорт. Основу всего массовый спорт. Это так говорят дилетанты. Птица с одним крылом лететь не может. Не будет массового спорта, не откуда будет черпануть таланты. Но не будет высокой звезды, вот эти вот мальчишки, они девчонки, они не придут в секцию. Одно без другого быть не может. Это как птица с двумя крыльями. Ну, можем мы говорить о том, что вот этот прогресс, который будет и дальше развиваться. Мы даже не сомневаемся в том, что вот этот толчок, который сейчас олимпийское движение в Ульяновской области получило, оно будет дальше идти. Оно будет дальше. Да, у нас сегодня два-три олимпионика, четыре пара олимпионика. На следующей олимпиаде их будет три, потом четыре, пять. Но в Поволжье мы не очень блистательно выглядим на олимпийской арене. Потому что, конечно, нам трудно соревноваться там с такими монстрами, как в Татарстане, даже в Самаре, побольше нас и географически, и по финансам. Но в своей весовой категории, там где Ижевск, там Чебоксары, там Ешкар-Ала, и там мы не очень хорошо выглядим. У нас все-таки пока только три олимпийских чемпионов. Подчеркиваю слово, пока. Если вернуться на 12 лет назад, вот тогда сколько было? А вот их как было три, так их осталось три. Только три олимпийских чемпиона. И всего семь человек взбирались на пьедестал олимпийских игр. А вот три чемпиона и четыре призера. Это очень мало, друзья. Это очень мало. Ну, если уже такое начало положено, значит, будет больше. Ну, конечно, главное будет. Но то, что у нас сейчас, как говорим, минимум шесть человек просто поедут туда, некоторые радуются. А, все, мы завоевали путя в Куран. Говорю, стоп, стоп, стоп. Мы забрались только на первую ступеньку. Радоваться будем на вокзале, когда с цветами, с букетами будем медалистов встречать. Возвращаться. Понимаете? Ну, плохо тот солдат, который не хочет стать. Ну, конечно, конечно. Если ты успокоил, а, я попал на Олимпиаду, я свою задачу выполню. Ну, как ребят сейчас в целом себя чувствуют? Очень по-боевому. Настрой, конечно, такой очень рьяный. Понимают, что престиж страны, престиж области это очень важно. И тут никакими деньгами, никакими машинами, квартирами, это все вообще даже не мерится. Это все вторично. Там дух ты, Олимпиада, страна, моя область. Это немножко по-другому в мозге у спортсменов работает. Ну, вот если брать не массовый спорт, а как раз-таки спорт высоких достижений и совсем вот таких вот подрастающих, да, спортсменов, как в них воспитывать вот этот вот дух, чтобы они все-таки стали теми как раз-таки представителями Ульяновской области? Очень важный и очень сложный вопрос и момент, потому что все-таки капитализация берет свое. Монетизация, желание, конечно же, заработать, и мозги молодых ребят, молодых тренеров, они вынуждены перестраиваться, затачиваться под зарабатывание денег. Но, если ты педагог от Бога, а такие все-таки у нас есть, то все-таки ты внушаешься ему спортсмену, что деньги не первичны. Да, они нужны, но пусть они потом прицепом придут. Кстати, мы похвалимся, мы же все-таки в Ульяновской области приняли программу, мы ее условно называем о квадратных метрах. То есть спортсмены высокого уровня, которые завоевали медали на Европа, мир, Олимпиады, они получают квартиры. Инатор Жукова получила квартиру из государственных, из ульяновских. Ведь это тоже важно для спортсмена. Но, ни один спортсмен не едет на Олимпиаду, чтобы заработать квартиру. Поверьте. Он едет ради медали, ради своего я, ради чести, совести, ради папы, мамы, там, любимого, любимой и так далее. А квартира, она прицепом придет. Ну, а вообще... Это мой секрет. Ну, когда? Да, и мотивации, наверное, это... Понимаете, вот что мы... Вопрос, что первично, что тренер говорит? Если он говорит ребенку или молодому человеку, вот ты сейчас, Саша, поедешь, на Олимпиаду, выиграешь, тебе дадут квартиру. Это не та мотивация. Мотивация, как я говорю, другая. Это честь, совесть, флаг, гимн, страна. А это, ну, пусть будет в сознании, но потом... я привожу, в Турции на заолимпийскую золотую медаль государство говорит миллион долларов, а в Америке пять тысяч долларов, в Америке олимпийских чемпионов, о-го-го, а в Турции раз-два и обчелся. То есть мы говорим, что все-таки деньги не первичны. Кто-то пусть спорит со мной, имеет право, но статистика показывает, не за деньгами едут люди на олимпийские. А с вами спорят по этому вопросу? О, еще сколько. Как же, я молодой парень, я хочу где-то жить, я катаюсь на плохой машине. Да ради бога. Если ты едешь на сынование... А как быть таким спортсменом? Или бог с ним? Пусть это его мотивирует. Все имеют право на жизнь, все имеют право на свои мысли, все имеют право на свое видение жизни. Ради бога. Пусть свой мотив выдвинет. Ведь кто-то хочет доказать там своей любимой, что он вот самый сильный парень, да. А кто-то какую-то затаил обиду на своего соперника. Вот, я тебе покажу его, да. То есть у каждого свои мотивы. Все-таки так причесывать себя. Да, все бы результат был. Ну, в принципе, да. Ну, и надо же четко понимать, что любая медаль, она как фонарь, прожектор, который освещает дорогу малышам. Ведь когда мотив папы, который привел ребенка в секцию, он один. А вот у ребенка совсем другой. Папа видит его ага, великим футболистом с большими гонорарами. А сыночку, может, и не надо. Ну, вряд ли, вряд ли. Да, он думает о квартире. А мальчишка-то же, он же не хочет гонорарам. У него там 10-12 лет. Он хочет играть, как вот этот дядька, только лучше. А кто-то пришел в бокс или в борьбу, а, меня вот там Вовка в школе обижает, я ему сейчас наварю там вот, подкачаюсь, стану сильным. Поэтому мотивация детей это немножко другое. Да, и вот здесь речь о мудрых педагогах. Я думаю, остро так встает. Это очень остро. Потому что без этого тогда у ребенка просто нет ориентиров. Проблема воспитания воспитателей в России, я считаю, это одна из ключевых проблем и задач, которые мы должны решать. Кто будет ваших наших деток, внуков там воспитывать? Кто? Люди, заточенные только на зарабатывание? Мы разрушим мозги им. Понимаете? Поэтому мы вот активное участие принимаем в образовательных программах. Воспитание воспитателей, да? Воспитание воспитателей. Это архиважная программа. Ну, сейчас не секрет, что институтов, университетов, курсов по повышению квалификации, как ларьков по продаже семечек. Точно. Да. Но цена вот этих дипломов, она... Вот, слава богу, мы очень плотно работаем с российским олимпийским университетом. Мы вот на сегодняшний момент уже 30 специалистов спорта туда отправили. Мы очень плотно с ними работаем. 30 человек из Ульяновска. Было год, когда позапрошлый год мы заняли пятое место по количеству повысивших квалификацию в высочайшем университете. Это российский международный олимпийский университет в Сочи. Мы проиграли только Москве, Питеру, Московской области, Краснодарскому краю по количеству людей, получив их дипломы. Поэтому я лично и мои коллеги меня поддерживают, что надо проблеме повышения уровня педагогов, тренеров и организаторов уделять огромное внимание. Мы работаем в этом. И вот так вот в комплексе вот это все и приведет. Пазл. Оно вот потихонечку и приводит. Я не успокаиваюсь и говорю, о, мы молодцы, у нас едут люди на Олимпиаду. Это маленький первый шажок. Мы не остановимся. И надеемся, что и руководство, и широкие массы населения это увидят, это поддержат. А вот широкие массы населения. Да, вот что с массовым как раз таки спортом. С другим крылом. Да, смотрите. Массовый спорт. Вот то, что мы сейчас провели мероприятие Олимпийского дня, вот это и есть массовый спорт. Потому что трудно спортом высших достижений назвать, ну, например, хоккейный матч, марафон там от рассвета до заката. Это, знаете, вообще супер мероприятие. Они начали в 6 утра и закончили в 9 вечера. А счет вот так. Вы играли в белой форме, а я в синей. Поиграли. Со счетом там 5-0 закончилось. Приходят другие команды, одни белые, другие синие. Сыграли. 5-0 в другую. Счет стал 5-5. И они рубились до 9 вечера. Это же что? Это пропаганда. Это массовый спорт. Или на пляже. Пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжная борьба, гиревой спорт. Федерация легкой атлетики провела мероприятие под названием не толкание ядра, а кидание ядра. Ну потому что толкание, это же надо по науке. А это среди людей, которые просто пришли на пляж с детьми. Бери ядро и запульни его как можно дальше. Вот запульнул дальше, вот на тебе. Молодец. Вот это пропаганда. Вот это массовый спорт. Вот этим должны заниматься все. Всем спорта. Да здравствуйте, Олимпиады. И успехов, побед на Олимпиаде. Всем нам. Давайте так, Олег, да. Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо большое за сегодняшний утро. Да, напомним, что у нас в гостях сегодня был Калмыков Олег, президент Олимпийского совета, член общественной палаты Ульяновской области. Это утро с репортером и мы продолжаем. Показать олимпийскую символику в дни Олимпиады смогут только СМИ, имеющие права на трансляцию игр. Таковы правила МОК, о которых письменно уведомили нашу редакцию. По данным из открытых источников, к элитным на время символам в большем случае Токийской. Что делать, если на пьедестал зайдет спортсмен из Ульяновской области? Не совсем понятно. И не только нам. Если будет репортаж из Токио, то там все будет в символике. И сняться где-то на фоне серой стены, мне кажется, даже будет нелогично. Организаторы преследуют, наверное, какие-то свои цели. Может быть, коммерческие. Я этого не знаю. По мне, я пропагандист олимпийского движения без этих условностей. О хорошем надо говорить всегда и везде. Тем более, Олимпиады – это серьезно. 33 дня до Олимпиады осталось. У меня тело уже мурашками покрывается. Владимир Крылов – ульяновский спринтер. В 1987 году в Италии пробежал 200 метров, поставив национальный рекорд, не побитый до сих пор. Как и другие спортсмены, Крылов от МОКО в шоке и недоумении. Во всем должен быть смысл. Вообще, во всех движениях, в каких-то запретах. Вот есть ли смысл здесь? Я считаю, что смысла здесь никакого нет. Это просто, ну, как-то неправильно сделано. Вот вы смотрите, к примеру, какой-то репортаж. И вы даже не понимаете, что вы смотрите. Если нет какого-то логотипа с названием «Олимпийский» или, к примеру, «Чемпион мира», или там, ну, вот, «Нет колец». И просто непонимание какое-то. С учетом того, что олимпийскими кольцами часто украшают спортивные сооружения, придется временно, как бранные слова или рекламу, убирать и их. Так же, как и сорные элементы в видео, размывая картинку в заданной области. Тем временем, спортсменам не до этого. Для них главное участие и, безусловно, победа. На сегодняшний момент мы имеем стопроцентно два олимпионика и четыре пара олимпионика. И Варя Баранова по гребле буквально на днях показала результат. И, по-моему, ее включили в запас. Вот прям днями будет решаться, включит Варвару Баранову в основной состав нашей сборной команды по гребле на байдарках или нет. Но уже минимум шесть ульяновцев поедут на игры в Токио. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Она начнется 23 июля и закончится 8 августа. Несмотря на введенные Международным Олимпийским Комитетом требования, мы все ждем грандиозного события и обязательно покажем и расскажем о достижениях ульяновских спортсменов. Хотя бы и на фоне серой стены. Ну что же, дорогие друзья, два часа нашего эфира пролетели незаметно, среда набирает обороты и к праздникам я предлагаю перейти нам сегодня с тобой, Катя, прямо сейчас перейти. Поддерживаю, поддерживаю. Кстати, день... Какой сегодня праздник? Без обид. Прекрасный день. Обижаться не будем ни на кого. Иванова ночь, день балалайки, мы уже поговорили сегодня об этом. День тайных посланий, день женщин-инженеров, день рождения пишущей машинки и Международный Олимпийский день. Вот такие праздники сегодня можно отметить. Да, ну и как всегда праздник в нашей студии, праздник утренний, благодаря партнеру программы салону «Цветы и штучки» всякий раз, каждый день. Друзья, если вы хотите поделиться какой-то интересной информацией, звоните нам по телефону 30 50 73. Ну или обращайтесь за помощью к нашему сайту «Тройная W, репортер 73.TV». Для вас работали сегодня мы, Екатерина Мазуряк. И Андрей Сафронов. До новых встреч. Пока. Утро с репортером это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Подробное обсуждение самых важных и острых тем. Каждый понедельник программа «Разговор» на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Репортер 74» и «ОТР».